Меня зовут Ян, и сегодня я бы хотел вам рассказать про полимерные и композиционные материалы. Для начала рассмотрим структуру лекции. Мы определили, определимся, что же такое композиционный материал, коснемся истории возникновения, посмотрим классификацию композитов, особенности свойств, рассмотрим технологии получения композиционных материалов, рассмотрим некоторые аспекты полимерных материалов и коснемся вторичной переработки. Хотелось бы задать вопрос залу. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто слышал либо знает, что такое стеклопластики. Можете выше поднять. Понятно. Так, опустите, пожалуйста, теперь поднимите, пожалуйста, руки те, кто знает, что такое углепластики. Либо слышал. Так, опускайте. Теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто играл в Need for Speed и знает, что такое карбон. Теперь держите руки и добавьте к ним те, кто знает, что такое углепластик. Так вот, углепластик и карбон – это, в принципе, одно и то же. То есть это одна и та же вещь, просто имеющая разное название. Вообще в композиционных материалах все достаточно просто и банально. Если это углепластик, то он сделан из углетканей и пластика. Если это стеклопластик, то он сделан из стеклотканей и пластика. Если это органопластик, то он сделан из органических волокон и пластика. Если это текстолит, то он сделан из стеклопластика. То есть это, в принципе, то же самое. Теперь посмотрите, пожалуйста, да, с греческого текстус переводится как ткань Теперь обратите внимание на эту картинку Здесь такой ярый и типичный пример изделия из стеклопластика То есть это некоторые элементы спортивной машины Здесь видно то, что материал блестящий Он имеет гладкую поверхность и внутри видна его тканевая структура Я подчеркиваю то, что структура находится не снаружи, а внутри самого материала И из него можно получать достаточно сложные формы Эту картинку я показываю для того, что в конце для вас будет небольшой тест В котором... ладно, я не буду про этот тест рассказывать, пусть будет интрига Теперь, что же такое композиционный материал? Сам термин произошел от латинского слова compositio, что означает соединение или связь В самом общем случае композиционный материал представляет собой составляющие части двух или более материалов В самом простом случае это у нас армирующий материал, который также называют наполнителем И матрица, также называемая связующим Матрица нужна для того, чтобы передавать нагрузку непосредственно с самой матрицы на армирующий материал Таким образом, арматура в большей степени определяет жесткостные и прочностные свойства конечного композиционного материала Раз мы уже коснулись прочности и жесткости, то давайте определимся с этими терминами Прочность это способность материала сопротивляться разрушению Жесткость это способность материала сопротивляться деформации То есть если мы возьмем две пружины и переложим к ним одинаковую силу Одна из них растянется на большую длину, вторая на меньшую длину То та, которая растянулась на большую длину, она будет обладать меньшей жесткостью Рассмотрим признаки композиционных материалов Они, так же как губка-боб, овечка-доли и глиняная ваза, не встречаются в природе, потому что созданы человеком Они состоят из двух и более компонентов, которые различаются по химической структуре И имеют жесткую границу раздела фаз То есть обычно один материал по своей химии и физике отличается от другого И между ними всегда можно отследить границы жесткого перехода Такие материалы имеют новые свойства, отличные от свойств компонентов Как если бы мы, допустим, взяли банку из-под пива, трубу с водой И добавили немножко смекалки и получили вот такое вот Также композиционные материалы неоднородны в микромасштабе То есть на уровне самого материала И однородны на уровне... Где же эта кнопка? И на уровне самой конструкции Ой-ой-ой Вы что, как тут обратно? Так, состав, форма и распределение композитов всегда задаются заранее То есть, по сути, композиционный материал может существовать только в изделии Так, если его делать, то это уже будет абсолютно другой материал Свойства композитов определяются каждым из компонентов Как если бы мы, допустим, взяли обычного человека Добавили немного криптонита и получили супермена То же самое и с композиционными материалами Мы можем взять немножко обычной пластмассы Добавить в нее углеволокна И получить вполне себе капот, либо велосипед, либо самолет Хотелось бы сейчас рассказать о примерах композиционных материалов Я с собой припринес некоторые образцы, которые отдаю в зал и которые мне нужно потом обратно отдать Обязательно Потому что некоторые из них я брал у себя на кафедре под свою ответственность Так что давайте сделаем так Девушка, как вас зовут? Ира Можете потом в конечном счете все передать Ирине Или вам лучше? Давайте Никите, извините Так, держите Держите, держите, держите Да, 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 там все есть Можете так просто отдать в зал Так, единственное там Подожди, подожди Никита, секунду, секунду, секунду Там есть один маленький такой материальчик Наверное, я его отдал, нет? Не, нет, вот он, вот он, вот он Можете, в принципе, все гнуть там Пробовать на зубок Единственное, только берегите вот этого малыша Так, давайте я тоже раздам Малыша, вот Ладно, давайте малыш вам, вы его потом отдадите Никита, вот еще есть Так, ну, перейдем непосредственно К изделиям, которые изготавливают Из композиционных материалов В своей лекции мне бы хотелось Подчеркнуть те изделия Которые мы используем Ну, либо подталкиваемся В повседневной жизни Либо же те, которые Производятся на территории Республики Беларусь Потому что большая часть Композиционных материалов Которые переменяются В промышленности Это все-таки авиакосмическая И ракетная техника Начнем с самого знаменитого Нашего автобуса МАЗ Автобус МАЗ Переставляет с собой Скелетную конструкцию Скелет, которого сделан из металла На который сверху Навешиваются стеклопластиковые панели Это удочки, которые делают Из стеклопластика Углепластика Органопластика И их применение Определяется только размером Вашего кошелька Или, например, белорусский Беспилотник Бусил М Вот тот образец Который я назвал малюткой Это как раз-таки Кусочек крыла Вот этого беспилотника Он представляет собой Сложную структуру Он состоит Одновременно Из углепластика Из угольного волокна Стеклянного волокна И пенистого заполнителя Например, ветроэнергетическая установка Либо ее еще в народе называют ветряк Ее делают либо из стеклопластика Либо из углепластика Все зависит от ее габаритов Чтобы подчеркнуть возможные размеры Я покажу вам просто одну ее лопасть Если там видно Вот это вот в синей байке здесь Это я А вот это Это кусочек Ветроэнергетической установки Также у нас на базе МЗКТ Минского завода колесных тягачей Изготавливается в обоенной технике Корпусные детали Которые тоже могут состоять На 90% из стеклопластика Ну и естественно Различные элементы ракет Например, детские горки То тоже сейчас часто изготавливают Из стеклопластика Но у них есть некоторые особенности Обычно верхний слой краски В них стирается И остается чисто стеклопластик Потом стирается пластик Остается стекло И это, наверное, не очень приятно Детям в конечном счете Стиральная машина Атлант Допустим, у нее Внутренняя часть барабана Тоже сделана из стеклопластика Либо мелонаполненной пластмассы Шины В шинах корт По сути Тоже будет являться Композиционным Ну, вернее, шина По сути Тоже будет являться Композиционным Материалом В ней Армирующую функцию Выполняет В основном Это либо органическое волокно Либо металлическая полка И различный Ну, и различный Водный транспорт Как здесь, например, Катамаран Коснемся истории Возникновения Так, сейчас Слышно? Отлично Примерно К пятому Четвертому Тысячелетию До нашей эры На землях Месопотамии И Египта Начал Появляться Материал Который представлял С собой Смесь Глины И соломы Непосредственного Отношения К композиционным Материалам Этот факт Не имеет Но это Лишь Подчеркивает То, что Комбинировать Свойства Различных Материалов Додумались Уже Достаточно На давно Ну и Теперь Непосредственно Сама История Это 13 июля 1907 года Лео Бакеланд Запатентовал Свой Поистине Революционный Процесс Патент На который Назвался Тепло И давление Это был Процесс Получения Изделий Из фенолформальдегидных Смол Почему он Такой Революционный Потому что Тот мир Который Мы Видим Сейчас Не был Таким Если бы Не Это Открытие Потому что После этого Стало Появляться Очень много Изделий Из Пластика Различной Формы То есть Я бы Даже Наверное Мог сказать Что это Даже Сказалось На Дизайне Конечных Изделий Но стоит Отметить Что он Не был Первооткрывателем Пластмассы Наверное Все таки Первой Пластмассой Был Целлюлойд Но Человек Который Его Придумал Александр Паркс Он Очень Сильно Хотел Снизить Себестоимость Продукции И За два Года Обанкротился Материал Целлюлойд Я думаю Известен Каждому Из нас Сейчас Из этого Материала Изготавливают Шайки Для Настольного Тенниса И Как Один Из Ключевых Его Недостатков Это Горючесть Я думаю Что Многие Парни В зале Об этом Знают Как Я Потому что Я Допустим В детстве Из них Делал Дымовухи Далее В 1936 Году Швейцарский Ученый Кастан Синтезировал Низковязкую Смолу Янтарного Цвета Которая Называется Эпоксидная Смола Сейчас И в принципе Тогда В чистом Виде Из нее Практически Ничего Не делают В основном Это Искусственный Янтарь Как и Многие Разработки Композиционные Материалы Своё первое Применение Нашли Именно В военной Технике И По Инициативе Тиви США В 1942 Году Началось Активное Испытание И Освоение Возможности Применения Композиционных Материалов В авиации Было Изготовлено Сначала Два стеклопластиковых Фюзеляжа Которые Прошли Аэродинамические Испытания Позже Было Изготовлено Крылья Для двух Тренировочных Самолетов Это АТ-6 И БТ-15 Далее В 1945 Году Были Получены Первые Изделия Методом Намотки Это Очень Специфический Метод В основном По нем Получают Различные Баллоны Давления То есть В Авиационной И космической Технике Это Баллоны В которых Находится Топливо В 1953 Году Был запущен В серийное Производство Первый Автомобиль Который Был изготовлен Так же Как и Наш Автобус Масс Он Имел Металлическую Конструкцию На которой Вверх Укрепились Детали Из Стеклопластика Кстати Такой Автомобиль Вот сейчас Есть У Брюса Уиллиса В 1959 Году Были Получены Первые Высокомодульные Углеродные Волокна Процесс Получения Волокон Очень Специфический Он Связан С Высокотемпературной Обработкой Органических Нитей Далее В 67 Году Поднялся В небо Первый Самолет Который Был Полностью Изготовлен Из Стеклопластика И Этот Самолет Сразу Сразу Превзошел В несколько Раз Свои Аналоги Такого же Класса И Наконец В 65 Году В Американской Фирме Дюпонт Изобрели Арамидные Волокна Из 71 Года Налажено Их Коммерческое Применение Я думаю Что Материал Кевлар Знаком Нам В большей Степени По Применимости Его В бронежилетах Теперь Рассмотрим Классификацию Композиционных Материалов Композиционные Материалы Можно Классифицировать По ряду Различных Параметров И типов Например Как по типу Матрицы По типу Связующего По типу Связующего По типу Арматуры По назначению Наполнителя По форме Частиц По структуре Турекомпонентов И по методу Получения Рассмотрим Классификацию По структуре В основном Встречаются Матрицы Четырех Типов Это Полимерная Матрица Это Металлическая Матрица Это Керамическая Матрица И Наконец Углеродная Последних Две Они Как раз Таки Находят Своё Применение В очень Жёстких Условиях Эксплуатации Вообще В принципе Можно сказать То что Матрица Определяет Свойства Эксплуатации Конечного Изделия Если это Керамическая Либо углеродная Матрица То Наверняка Эти изделия Будут Эксплуатироваться В места Где Имеет место Нагревание До очень Высоких Температур Вплоть до Тысяч Градусов Например Как здесь Эта часть Ракетного Сопла Металлическая Матрица В основном Применяется Во фрикционных Деталях Которые Подвержены Трению И Полимерные Для нас Это Самое Распространенное То есть Если мы Видим Какой-то Композиционный Материал То вероятнее Всего Он будет Состоять Из Полимерной Матрицы Наполнителей Бывает Великое Множество Например Это Минеральные Такие Как Тальк Либо мел Органические Такие Как Кевлар Либо Углеродные Волокна Неорганические Это Например Базальт Либо Стеклянное Волокно Растительного Происхождения Это Льняные Волокна Либо Древесная Мука Я вот В зал давал Образцы Там Самый Такой Большой Кричневый Был Да Можно Я надеюсь Что помнят Вот он Как раз Таки Сделан С Древесной Муки И Металлические Ну металлические Я думаю Это всем ясно Также Бывают Гибридные Матрицы Которые Переставляют С собой Смесь Других Различных По форме Частиц В общем Бывают Два Типа Это Дисперсные Наполнители И Волокнистые К Дисперсным Относятся Различные Иголки Чешуйки Микросферы И порошки Они В основном Равномерно Распределяются В Объеме К Волокнистым Относятся Различные Нити Листовые Пластик Вернее Композит Перерабатывается Точно так же Как и пластик То он Будет являться Наполненным Структура Компонентов Структуры Бывают Тоже Четырех Типов Это Каркасная Структура Матричная Композиционным Материалом Представляя Собой Тугоплавкий Материал Поры Которого Заполнены Менее Тугоплавким И которые Придают Ряд Специфических Свойств Матричная Матричная Структура Означает То что Структура Определяется Именно Матрицей То есть К К Этим Всем Практически Можно Отнести Практически Все Полимерные Композиционные Материалы Слоистая Структура Означает Что в ней В несколько Слоев Под разными Углами Уложена Ткань Комбинированная Структура Включает В себя Комбинации Любых Трех Предыдущих Теперь Поговорим О технологиях Первый И самый Простой Метод Который Часто Переменяют В кустарном Производстве Пацаны С района Которые Делают Обвесы Для своих Машин Это Контактное Формование Он Представляет С собой Следующее Берется Некоторая Форма Она Покрывается Специальной Краской Которая Называется Гель Сверху Укладывается Предварительно Вырезанная Ткань И дальше Вручную Это все Пропитывается Связующим То есть Смолой Здесь На слайде Представлены Как раз Такие Выдержки Как Ребята С помощью Кисточек И валиков Осуществляют Пропитку РТМ Технологии Это Да Композитам Нет Я думаю Что Думаю Что Нет Думаю Что Нет Но В принципе Думаю Нет Так Перейдем К РТМ РТМ Представляет Собой Более Улучшенную Версию Контактного Формования В ней Берется Две части Формы Между Ними Заключается Краска Сверху Укладывается Ткань Две Полуформы Зак Зак Кровобаются Герметически Герметизируется По контуру И В нескольких Точках Производится Подача Смолы И Одновременно Откачка Откачка Воздуха Это все Представлено На Анимации Так же На картинке Представлен Какой-то Из этапов Этого Процесса Полтрузионная Технология Вообще Слово Полтрузия Происходит От двух слов Пул И Экстружен Пол Означает Вытягивать И в данном Случае С некоторых Волков Материал Который Представляет С собой Либо Ткань Либо Некоторые Волокна Протягивается Через Специальную Пробиточную Ванную Дальше Он Поступает В Обогреваемую Головку Который Который Ему И Передается Форма Там Материал Отверждается И дальше На выходе У нас Уже Имеется Готовое Изделие Например Вот такой Технологии Получают Стеклопластиковую Арматуру Литье Под давлением Это Один Из Самых Распространенных В Машиностроении Процессом По Этому Процессу Перерабатываются Не Только Композиционные Материалы А Также И Полимеры И Алюминий На Анимации Переставлен Сам Вот этот Процесс В нем В Дозирующий Бункер Подается Гранулы Материала Которые Дальше По Которые Дальше Поступают В шнек В котором Они Уплотняются Расплавляются И Происходит На Накопление Нужной Дозы Расплава Дальше Под Давлением Этот Расплав Поступает В замкнутую Форму Где он Охлаждается И дальше Извлекается Готовое Изделие Это Один Из Самых Быстротекущих Процессов Один Из Самых Производительных Процессов Потому что На Одну Отливку В среднем Уходит От 30 До 40 Секунд Здесь Переставлен Вид Термопласта Автомата Здесь Уже Непосредственно Сами Изделия Которые Получают По Этой Технологии Вот Это Например Барабан Стиральной Машины Бак Вернее Простите Технология Прессывания Это вот Одна Из Первых Технологий С помощью Которых Получали Изделия Из Пластмасс И Композитов В ней Некоторую Заготовку Ложат В Пресс Форму Далее Плиты Формы Смыкаются Материал Перенимает Нужную Нам Форму И Отверждается Потом Изделие Уже Извлекается Из формы Сейчас Очень Распространена Эта Технология Для Получения Полимер Песчаной Тротуарной Плитки И Полимер Песчаных Колодцев Для Для Люка По Этой Технологии Получали Изделия Из Бакелита Экструзия Экструзия В принципе Похожа Одновременно На Полтрузию И на Литье Под Давлением Здесь Тоже Материал Сначала Засыпается В Бункер Потом Он Расплавляется Уплотняется И Перемешивается И Подается В специальную Профилирующую Головку И Ну В принципе По своему Принципу Это Будет Похоже На Мясорубку Я вот Опять-таки Давал вам Кусочек Террасной Доски Ее вот Как раз-таки Делают Именно по этой Технологии Особенности Свойств Композиционных Материалов Выделить Достаточно Тяжело Потому что Каждый Материал Создается Именно Под каждое Конкретное Изделие Которое Имеет Свои Специфические Условия Эксплуатации Но Если Коснуться Полимерных Композиционных Материалов То Это Высокий Удельный Прочность И Жесткость В первую Очередь Слово Удельный Означает Здесь То что Это Характеристика Прочности Либо Жесткости Отнесенные К его Плотности То есть Если мы Возьмем Одинаковые По Массе Заготовки Из Стали И Из Углепластика То Углепластиковые В конечном Счете Выдержат Гораздо Большую Нагрузку Также Особенностью Является Возможность Создания Необходимой Нам Структуры В Материале И Свойства Композита Определяются Каждым Из Компонентов Теперь Поговорим Немножко О Полимерных Материалах Наверное Если бы я был Извращенцем Я бы стал Вам Рассказывать Вот эту Таблицу Но Как Пелась В песне Группы Ночные Грузчики Я Не Извращенец Я Естественно Испытатель Поэтому Буду Объяснять Вам На Микки Маусах Полимеры И Также Для нас Известные Как Плазмом Массы Представляют С собой Вещества Молекулы Которых Состоят Из Очень Большого Количества Более Мелких Элементарных Звеньев То есть Допустим Расмом Мотрим Этилен И полиэтилен Этилен Это газ Его Молекула Переставляет С собой Два Атома Углерода Соединенных Между собой Двойной Двойной Связью И К каждому Из этих Атомов Углерода Пересоединены По Атому Водорода В данном Служу Если Ну Это можно Вели 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 Вы Поняли С помощью Микки Мауса Дальше В некотором Процессе Полимеризации Эти В этих Молекулах Разрывается Одна связь И У Микки Маусов Становится По одной Свободной Руке Им делать Больше Нечего Нечего Начинают Друг 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 Хватать И Выстраиваются В очень Длинной Цепи Условно Очень Условно Можно Сказать Что Полимерами Будут Являться Вещества В которых Там От Пяти Тысяч Таких Микки Маусов Полимеры В общем Случае Делятся На Два Больших Класса Это Термопластичные Материалы И Реактопластичные В слове Термопластичные Переставка Термо Означает То Что Эти Материалы Могут Под Воздействие Температуры Обратимо Становиться Твердыми И Жидкими В Реактопластичных Переход Из Жидкого Состояния В Твердые Осуществляется С помощью Химической Реакции Поэтому В принципе Когда говорят О термопластичных Материалах Говорят Что Возможно Их Вторичная Переработка В Термореактивных Из-за Из-за Того Что Там Образуются Химические Связи Вторичная Переработка Невозможна Но Я тут Немножко Лукавлю Потому Что На крайний Случай Можно Взять Реактопластичный Материал Раздробить Его Добавить Термопластичный И получится Композиционный Материал Что Они Собой Представляют На Молекулярном Уровне Вот Тот Полиэтилен Который Мы Немножко Выше Рассматривали Он Как раз Является Термопластичным Материалом И В Общей Массе Его Молекулы Смешиваются Между Собой То есть Образуются Некоторые Клубок И Материал Имеет Такой Вид На Молекулярном Уровне В Реактопластичных Все Немножко Не Так У них Там Где Держатся Два Микки Мауса Цепляется Еще И Третий И Они Образуют Некоторую Объемную Пространственную Структуру Примеры Термопластичных Полимеров Слева На Слайде Представлен Вид Исходного Сырья Это Гранулы Которые Допустим Мы И Засыпаем В Ту же Самую Литьевую Машину Либо В Экструдер Типичными Изделиями Из Термопластов Будут Являться Например Полипропиленовые Трубы Те У кого Дома Недавно Был капремонт Либо Либо Те Которые Живут В Новых Домах Они Наверняка Это Видели Допустим Еще Полиэтилен Террифталатный Материал Из них Производится Очень Много Бутылок И Поливинил Хлорид Из которого Делают Вот такие Пластиковые Окна Примерами Реактопластичных Пластмасс Будут Являться Как раз Тот Бакелит И Эпоксидные Смолы Сейчас В чистом Виде Из них Практически Ничего Не делают Но Из композитов На их Основе Делают Различные Изделия Которые Переменяются В электротехнической Промышленности Как Например Печатные Платы И Также Очень Широкий Спектр Их Применений Это Различные Клеи На Слайде Допустим Перепреставлен Эпоксидный Клей Здесь Особенности Свойств Выделить Гораздо Легче Чем Чисто В Композиционных Материалах Это Например Низкая Плотность Высокая Химическая Стойкость Что Определяет Применение Их Как Разли Личных Сосудов Для Хранения Различных Веществ Будь то Кухонное Масло Либо Бензин Либо Вода Они Обладают Высокой Технологичностью То есть Допустим Средняя Температура Переработки Пластмасс Ну Где-то 250 Градусов А Чтобы Переработать Какой-то Металл Его Нужно Нагреть Выше Чем До Тысячи Градусов Ну В Большинстве Случаев Они Обладают Высокими Диэлектрическими Свойствами Что Допустим Обеспечивает Их Переменение Как Кожух Проводов Либо Как Элементов Печатных Плат Они Обладают Низкой Теплопроводностью Свыше Чем 7 70 Раз Меньше Чем У Стали Но К Их Недостатка Можно Отнести Как Обратный Эффект От Их Легкости В Переработке Это Низкая Теплостойкость То есть Если мы Их Перерабатываем При 250 Градусах То Нельзя Нагревать Выше Определенной Температуры То есть Допустим Если вы Купили Контейнер Для Собойщик То Если на нем Написано Что Его нельзя Ставить В микроволновку То Действительно Лучше Переслушаться И не Ставить И Также Они Обладают Свойством Старения То есть Допустим Если мы Поставим Какое-то Изделие Из Пластмассы На свет То Через Некоторое Время Он Может Начать Трескаться Разрушаться Либо Желтеть Использование Полимеров В промышленности Большая Часть Из Них Кто 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 Старение Нет Там Идут Изменения На Молекулярном Уровне То есть Вот Эти Микки Маусы Начинают Разрываться И Длина Молекул Становится Меньше Так Большая Часть Полимеров Используется Именно В упаковочных Материалах За последних 30 лет Объем Производства Полимеров Увеличился Где-то В 5 раз Постоянно Примерно 60% Из них Становятся Отходами Что Для нас Не очень-то И хорошо И если Рассмотреть Структуру Обращения С Отходами У нас И в той же Самой Европе То В Европе Она Следующая Там Энергию Перерабатывается Около 20% Отходов Используется Повторно Около 40% И лишь Около 40% Закапываются В землю У нас И в Российской Федерации Ситуация Немного Отличается У нас Лишь 7% Используется Повторно И целых 93% Закапываются Ну и тут Следует Отметить Что Закапывая Их Мы Закапываем Деньги Вторичная Переработка Вторичная Переработка Эмблема Вторичной Переработки Переставляет С собой Три Замкнутых В форме Треугольника Стрелки Если Мы Касаемся Именно Пластмасс То Здесь Выделяют 7 основных Типов Которые Могут Маркироваться Как Буквенно Так И цифрами Например Под номером Один Идет Полиэтилен Терифталат Из которого Делаются Бутылки Под номером Два Делается Полиэтилен Высокой Плотности Под номером Три Поливинилхлорид Саму вторичную Переработку Глобально Можно разделить На три этапа Первый этап Это сборка И сортировка Отходов Второй этап Измельчение И третий этап Это непосредственно Получение Изделий Куртка Здесь Изображена Не просто так Потому что Утеплитель Для куртки Можно сделать Из вторичных Переработанных Бутылок К примеру Как вы думаете Какой из этих Этапов Самый Трудоемкий Все правильно Так Ну и В последнее Время У нас В сторону Улучшения Экологического Воспитания Идут Достаточно Большие Подвижки Например За последних Там Точно Не скажу Сколько лет Ну что-то Около Двух Двух Трех У нас Появился Проект Который Называется Таггет 99 И Его цель В принципе Вытекает Из его Названия Это То что Должно Перерабатываться До 99 Процентов Образованных Отходов Ну Всего Их Смысла Я касаться Не буду Я Расскажу Только Про Пластмассы Кому Станет Интересно Могут Посетить Этот сайт Он Очень Красиво Сделан И В принципе Там Достаточно Много Исчерпывающей И понятной Информации Например Нужно Изделия Из Пластмасс Нужно Выбрасывать В желтые Контейнеры Также Можно Выбрасывать В специальные Контейнеры Для сбора Вторичных Ресурсов На таких Контейнерах Будет Написано Например Бумага Пластик И металл Это означает То что За этим Контейнером Приедет Машина Которая Потом Отвезет Его На Специальный Завод На котором Эти три Составляющие Отделяются Друг от Друга И потом Будут Переработаны Также Пластиковую Упаковку Можно сдавать В специальные Заготовительные Пункты Как например Макулатуру И Что для меня Тоже Было Новостью Это Пластиковую Упаковку Можно Сдавать В крупные Магазины С торговыми Площадями Свыше Тысячи Квадратных Метров И теперь Небольшая Выдержка С этого Сайта Там Переведена Переведен Такой Плакат Стикер Который Все Могут Распечатать И наклеить Себе На видное Место Нужно Нужно Выбрасывать Пластиковую Упаковку Различные Пакеты И мешки Бутылочки Из-под Косметики Йогуртов И Различную Бытовую Утварь Прежде чем Выкинуть Допустим Упаковку Из-под Йогурта Ее нужно Сначала Помыть Потом Снять Крышку И Максимально Насмять Но Смять Я думаю Для вас Это тоже Будет Лучше Потому что Придется Меньше Выносить Мусор Ни в коем Случай Нельзя Выбрасывать В пластик Упаковку Из-под Кетчупов И Майонезов Упаковку Из-под Чипсов Трубы От Тубы От Зубной Пасты И Различные Канцелярские Изделия Теперь Обещанный Тест Как Вы Думаете Где Углепластика А где Дешевая Пленка Давайте Так Поднимите Руку Те Кто Считает Что Углепластик Слева Теперь Поднимите Опустите Теперь Поднимите Пожалуйста Руку Те Кто Считает Что Углепластик Справа Ну Мне Кажется Что Справа Думаю Что Немножко Больше Где-то Так Про Процентов 55 На 45 Теперь Кто Думает Что Стеклопла Что Углепластик У нас Находится Справа Слева Да Слева Углепластик Ну Собственно У меня Все Буду Рад Буду Рад Ответить На ваши Вопросы Вопросов Нет Какие Какие Могут Я Часто Встречаю С Людьми Очень Обеспокоен Об экологии Причем Я Смываю Что Они Разбираются В том Что Это Такое Но Все Очень Обеспокоены Но Действительности То есть Например Те же Отходы Полимеров Какие Они В принципе Могут Представлять Затруднения Для нас Или Других Живых Организмов Ну Честно Сказать Мне На Такой Вопрос Ответить Трудно Но Везде Говорят Что Это Очень Плохо Я Просто Верю Вы Там Еще У молодого Человека Вопрос У кого Был Ну Ладно Девушки Вы Говорили Что В Европе Там Была Табличка Что В Европе 20% Вот Этих Пластмасс Перерабатываются В какую-то Энергию В Энергию Да Каким Образом Ну Например С Сжиганием То есть Их Жгут И Там Принцип Похож На Принцип Действия Тепловой Электростанции С Примерно Сам Подскажите Чем может Белорусская Наука Похвастаться В серии Разработки Новых Композиционных Материалов Полимеров Именно Новых Я думаю Что Ну Например Насколько Мне Известно Года Три Назад Белорусский Государственный Технологический Университет Продал Как Как раз Таки Полтруденную Технологию Корейцам Ее Особенностью Являлось То Что Она Позволяет Делать Некоторые Детали Из Вторичных Переработанных Бутылок Еще Вопросы? Так На память Не вспомню Наверное Ничего Больше Вот Были Все Различные Наполнители Не было Вот Силикона У Силикона Почти Все Минусы Которые У пластика Покрываются А Плюсы Тоже Присутствуют Есть ли Вероятно Что Он Почти Все Весь Пластик Выкин С С Рынка Я думаю Вряд ли Потому что У него Гораздо Меньше Твердость Чем У Обычной Пластмассы Силикон Увать Разные Они Всевозможные Я знаю Что Они Бывают Разные Но Все Все Равно В большей Степени У них Твердость Будет Меньше И Так же Я думаю Это Сказывается И на Упругих Свойствах То Я Допустим В своей Практике Ни разу Не встречал Композит Сделанный Из Силикона Ну Если Брать Именно Армированные Пластики На Наполненные Может быть И Есть Спасибо Еще Ребята Там По-моему Был Вопрос Спасибо Скажите Такой Момент Вот У нас В Беларуси Вы сказали То Что Всего 7% Перерабатывается Пластика Да А Почему То есть Из-за Экономической Невыгодности Либо Из-за Законодательства Из-за Каких Почему Ну как В нашем Законодательстве Есть такой Пункт Который Запрещает Нам Закапывать Вторичные Ресурсы То есть Законодательство Движет Нас К тому Что мы Должны Перерабатывать Эти Отходы Вся Сложность Заключается Именно В Отделении Допустим Именно Пластика От Отходов Другого Типа То есть Если Сейчас То большая Часть Разделения Отходов По типам Производится Вручную То есть Стоит Некоторый Конвейер Стоят Люди Которые Выгребают Оттуда Допустим Те же самые Пластиковые Бутылки Проблема Да Даже Не В Урнах А Проблема Скорее В нашей Сознательности То есть Если мы Все Начнем Разделять Отходы Еще У себя Дома То И Перерабатывать Их Значительно Проще Будет Потому что Сейчас Практически Во всех Дворах Стоят Мусорные Контейнеры Для Раздельного Сбора Отходов Еще Вопросы Много Вопросов А есть Ли Какое-нибудь Верхнее Ограничение На количество Раз Переработки Материала В среднем Да Есть И чем Ну как Саму цифру Я вряд ли Могу Назвать Потому что Она Будет Определяться Каждым Конкретным Типом Материала И Технологией Его Переработки Но Тут Чем Больше Циклов Проходит Материал Тем Хуже У него Становится Свойство Кто-то Проверяет Количество Циклов Который Прошел Материал Который Уже Попал Опять Обычно Берут Первичный Материал И В Него В Какой-то Степени Ввозит Вторичный Таким Образом Нивелировав Эти Эффекты Но Добрый день Те композиты Которые Производят Пацаки В гаражах У себя Какие у них Ну Некачественные В чем Минусы Их Хрупкость Можно ли Произвести Качественный Композит У себя Можно Да Можно Все Будет Определяться Человеческим Фактором То есть Если Ну Если Делает Человек Который Уже С этим Сталкивался То В принципе Он сам В гараже Может Сделать Достаточно Стоящую Вещь Я Однажды На Каком-то Минском Форуме Видел Что Какой-то Чувак Сделал Сам Раму Для Велосипеда Из Углепластика Где-то У себя Там Дома Так что В принципе Возможно Все Что 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 Сделали Бэтмобиль Ну Наверное Давайте Последний вопрос Если у кого-то Есть И будем Заканчивать Наше мероприятие Есть вопрос Здравствуйте Я Рафик Как сделать Капот Подскажите Так Ну Тогда Все Спасибо Последний А Все Еще Какой Композитный Материал Ну Сейчас У нас В Беларуси Производится Который Но реально Востребован Или Какой У нас Востребован Но не Производится Ну Как Если Если Рассматривать Именно Армированные Пластики То В них Композит Может Существовать То Только В самом Изделии То есть Конкретнее Было бы Говорить Именно Об Изделиях Но У нас Большая Часть Производства Это Именно Стеклопластики Ну Востребован Понятно А что Востребован Но Не Производится Востребован За То Что Импортируется Например Ну Допустим У нас Не Делаются Эпоксидные И Полиэфирные Смолы То есть Они Нам Востребованы Именно Для Производства Изделий Из Композитов Ну Где Как Но В том Числе И В России Спасибо Все Финишируем Тогда На этом Спасибо Большое Что Все Пришли